Продолжаем. Новотек возводит в Мурманской области центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Это первый в мире завод по серийному выпуску линий для производства сжиженного природного газа такого типа. Всего их будет три. На производственных площадках побывал Денис Алексеев. Если смотреть со стороны, вся эта гигантская конструкция напоминает круизный лайнер. 100 метров высотой. Отсеки кажутся нескончаемые. Сейчас это только очертания. К лету из сухого дока отбуксирует уже готовый плавучий завод по сжижению природного газа. Это делается в одном месте, что позволяет практически собирать на регулярной основе аналогичные подобные основания гравитационного типа, доставлять их в любое место мира. Его строят с нуля здесь, в Мурманской области, в центре строительства крупнотоннажных сооружений, аналогов которому в мире нет. В перспективе до 2025 года здесь построят три таких завода. Первый сейчас на стадии возведения производственных модулей. Уже залито основание из бетона ОГТ, основание гравитационного типа. 350 на 150 метров. Площадь 450 тысяч тонн. Масса это пока. Впоследствии сверху добавится еще 150 тысяч тонн. Строительство ведется на территории 260 гектаров. По размеру сопоставимо с небольшим поселком. Два сухих дока. Сразу несколько бетонных заводов. Задействованы 22 тысячи рабочих. Они и живут здесь же. На постройку одного такого завода по сжижению газа закладывается 18 месяцев. Вот цех сборки производственных модулей. По принципу конструктора. Небольшие металлические полуярусы собираются в единую масштабную систему. Происходит последовательная сборка. Первое. Начало происходит в 101-102 цеху изготовление металлоконструкций. Эти металлоконструкции собираются в данном цехе. Затем происходит покраска их и сборка модулей. Здесь же при помощи мостовых кранов грузоподъемностью 300 тонн в модуле интегрируют большую часть оборудования будущего завода СПГ. По готовности его отбуксируют к газовому месторождению проекта «Арктик СПГ-2» в Северный Ледовитый океан. В том числе по Северному морскому пути 2000 километров. Эксплуатация в суровых климатических условиях диктует свои нюансы в строительстве платформы. На модуле наносят специальная краска, которая потом в дальнейшем будет эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера при низких температурах и влаженном режиме. А это как раз то самое месторождение, утреннее, полуостров Гдан. Не так давно здесь открыли аэропорт для работников, прибывающих на вахту. Всем очным группам здесь приходится работать достаточно оперативно. Во-первых, холодно, минус 30 в 2 часа дня. Во-вторых, качество картинки зависит от света. А световой день здесь всего 3,5 часа. Полярная ночь в самом разгаре. Строители работают в круглосуточном режиме в две смены в темное время суток при свете прожекторов. В 70 километрах отсюда, через Обскую губу, ведется добыча газа в рамках другого проекта – Ямал-СПГ. С учетом ввода новых технологических линий только в этой части России к 2030 году будет добываться до 64 миллионов тонн топлива ежегодно. На сегодняшний момент времени СПГ-продукция «Новотека» доставлена в 33 различных страны мира. В отношении проекта «Арктик-СПГ-2» мы планируем, что 80% всей произведенной продукции будут доставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона прямыми поставками по Северному морскому пути. Сейчас на утреннем последние приготовления к запуску «Арктик-СПГ-2». Устанавливают буровое оборудование, ведется обустройство береговой части, газопровод прокладывают, газ по нему пустят, как только будет готова первая технологическая линия по производству СПГ. Денис Алексеев, Андрей Потапов, Андрей Юрчук. Вести из Заполярья.